Мир всем! Мир нам принимаем! Алло, здравствуйте! Александр Сергеевич вышел, правда не Пушкин. Убил скидки. Убил скидки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДЕВАТО ДЕВА ДЕВА ДВЕ СУЩНОСТИ ДЕВА ДВЕ В АДНОЙ ИПОСТАСИ В тайне Троицы три ипостаси в одном существе, в тайне Богородицы Церкви два существа, Девы и Матери в одной ипостаси. Смотри толкование на 12 главу 1-2 стих. Мать – образ земли, мать – сама земля, порождающая жизнь. Дева – образ неба. Дева – само небо, чистое и нетменное. Дева – мать – это таинственный, священный, неизреченный союз неба и земли. Пожалуйста, вопросы. Толкование вроде все понятно и ясно. Идем дальше. Откровение 21 глава 10 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Толкование. «Вознесение на гору духа Иоанна означает, что мысль его была устремлена от земли к небесному. Пустыня – духовное состояние города блудниц. А высокая гора, пишет Андрей Кисарийский, – это возвышенная и примирная жизнь святых, которую украсится и прославится жена Агнца. Горний Иерусалим, небесный Иерусалим, божия обитель в сварном мире и есть жена невеста Агнца. Агнца. Вопрос. Ну, вот у меня вопрос. Невеста, понятно, жених Христос. А мать? Почему мать? Мы знаем, что невеста, она невеста, она не может быть матерью, пока замуж не выйдет. А здесь и жена невеста в одном лице мать. В каком смысле мать? Кто желает ответить? Ну, Сергей Игнатов. Игнатов, да, ты сейчас такой неблагонравный. Отлично. Сергей Астахов. Давайте поактивнее. Микрофоны включайте. Игнатов микрофон включил. Отвечай. Я рад бы ответить. Но апокалипсис Иоанна Златоуза, Иоанна Богослова для меня как раз такое произведение, по которому я стараюсь никаких своих мыслей не излагать, потому что просто принимаю к сведению. Вот и все. Невеста это Бога Отца, невеста, а мать это Христа. И где ты такое прочитала, Надежда? В тонком сне увидела, наверное? Так, сама сказала. Или у святых отцов у кого вычитала? Это я сама лично сказала. Своё. Ну вот. Бери пример с Игнатова, Игнатия. Никогда не говори своё. Это вот у фектантов. Они вот разбирают слово Божие. А ты как думаешь? А ты как думаешь? А ты как думаешь? А вот Сергей Игнатов говорит, а у меня нет своего мнения. Радуйся невеста, не невеста. Ну что значит не невеста? Только что прочитали, и только что тут же задаю вопрос, и вы не можете ответить. Хотя в толковании мы всё это говорили. Вы внимательнее, может быть, слушайте. Или мне по два раза читать. Итак, церковь названа невестой Христовой. Брак это будет на небесах, после второго пришествия. Он возьмёт церковь и восхитит. И тогда оступит вечное блажение. Но уже церковь называется матерью здесь. Мать, потому что рождает чат. Матерью мужского. Церковь. Она говорит, и дева остаётся, и матерью говорила. Понятно? Чат Божий. Чат Божий. Кто сказал? Благодатская? Пятёрка тебе. А до этого что ж ты говорила? Это мать это отца, а не невеста это Христа. Церковь рождает чат Божий. Души христианские, поэтому она и матерью называется. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Так вот говорят православные батюшки на сектантов. Они церковь кулят. Кто кулит церковь, тот кулит главу его Христа. И поэтому нам нужно разобраться, что есть в церкви. Сектантов этот вопрос очень запутанный и запущенный. Полурука? Нет, полурука, нет, на руку. Так, продолжаем. Откровение 21 глава 10 стих. 11. 11, да, прошу прощения. Он имеет славу Божию. О небесном Иерусалиме, о городе идет речь. 12. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню я спису. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 17. 19. 19. 19. 21. 21. 21. 22. 23. 22. 22. 23. 23. Христом. Лука, 9 глава, 30-31 стих. Нетварная вечная слава Божия почила на них. Апостол Петр, видевший эту славу на фаворе, пишет всем верным, цитирую, когда явится пастыри-начальник, вы получите неувядающий венец славы. 1 Петра, 5 глава, 4 стих. Ефесянам, 5-32. Увенчанная славой и честью невеста город имеет славу Божию. Потому славящий святых и церковь, собрание святых, воздает не иному кому славу, как Богу. Ну и от себя добавлю и бесславящие святых и славят, естественно, Бога. Что сектанты делают? Не почитают святых годников Божьих. На Богородицу говорит, она такая же грешницей, как все описания. Нам четко говорит, и будут ублажать все роды. Нетварное светило освещает город, но свет самосущий. Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иоанна 1,9, 1 Иоанна 1,5. Свет, сущность, естество Бога. От Него, от Отца Светов, у Которого нет изменения, ни тени перемены. Иоанна 1,7. Получает освящение вечный город. Всякий человек, приходящий в мир Христа, в церковь, в его обитель, просвещается этим ни тварным, ни вечерним светом. Чтобы как-то описать его, Иоанн говорит, что оно подобно драгоценнейшему камню. Нет таких камней на земле, от которых исходил бы такой чудный свет. Но если сравнивать, то это светило подобно как бы яспису престоловидному, камню зеленому и прекраснейшему. Этим означено, что светило города несравненно всегда растущее, цветущее и жизнеподательное. В картине небесного престола, в 4 главе 1 стихе, сидящий, то есть Бог, свет, подобен камню яспису и сардеству, ибо там свет производил жизнь и суд. Сардец красный цвета огня. Теперь суд позади, настала вечная жизнь, освещаемая светилом, подобным только яспису, а не яспису и сардеству. В этом веке милость и суд буду петь. Салом 101 стих. В том только милость и благость Божию. Да воскликнем и мы вместе с Исаией. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня зашла над тобою. Исаия 60 глава 1 стих. Вопросы? Вопросов нету, все ясно. Если тут присутствуют люди, которые разбираются в программе Skype, сейчас люди, которые опоздавшие, просятся, а я их не могу, программа не пускает. Либо потому, что уже много народу, Валентина Сартисон, Игорь Дыбунов опоздали, а я их не могу уже подключить, все, программа не дает. Это заново всех вырубать, заново, я не буду этого делать. Опоздал, значит, все, следует, значит, не успел. Кто опоздал, говорит... Напишите Валентине и Игорь Дыбунов. Первых, опаздывать нехорошо, во-вторых, программа не по моей вине. Вопросы по прочитанному есть? Кого охота в рай? Пока нету. Советуют мне какую-то, может быть, платную конференцию сделать. Народу по воскресеньям особенно. Перевышает 24, может быть, из-за этого уже не пускает. У меня такой вопрос возник. Вот идет речь о небесном Иерусалиме, но мы знаем еще, как бы он, как бы он еще, как бы только в будущем будет, да, небесный Иерусалим. А сегодня земной Иерусалим еще существует, и тем более был восстановлен в нашем веке. И вот еще лет он был в запустении, этот город. Как вот нам, верующим, сегодня разуметь этот город? Потому что и много паломников стекается в этот город, и очень много. Как вот нам разуметь сегодня, иметь правильное понимание о земном Иерусалиме? Геннадий Тихонович, отвечайте. Если я буду отвечать так, как знаю, то вы из Иерусалима выйдете проще оттуда. Ко мне не раз уже приезжали оттуда и говорили, у вас все оплачено, приезжайте, смотрите. Я говорю, а что я буду смотреть? У меня фотокарточки есть. Если туда никакого паломничества не делать, Евгений в вопрос отпал. Ну, город и город. Варшава тоже с нуля отстроилась, Сталинград с нуля. Ну, какое чудо-то. Это, естественно, так было и с Иерусалимом. Никакого другого вопроса к этому ставить не нужно. В земном Иерусалиме сядет Антихрист. Ну, и что? Ты вовремя оттуда постарайся, говорится, уехать куда-нибудь, где полегче будет. Я там не был и никогда не поеду. У меня знакомые там были, там, говорит, воровство такое. Сумочки вдруг выхватывают, ребятишки бегают, видать, аропщата там разная. Едут куда-то там, Моисеева гора, идут ступени. Ну, и ночью идут. И зачем идут-то, непонятно. Кого они ищут? А когда даже в склепе, где Христос лежал, этот ангел говорит, что вы ищете живого среди мертвых? А там ни живого, ни мертвого не было, идут туда. От нечего делать. Это фильм «Остров». Вот как кинулись собираться, а кто-то дал рекламу. Я долго не могла выйти замуж, а тут вышла за предпринимателя, теперь деньги. Вот и все. Как Осипов говорит, ты посмотри. Матроне там оставляют списки. Матронушка, помоги. А о чем просят-то? Небесного, Божественного, ни одного вопроса нету. Все только здесь. Дай здоровье, чтобы грешить, не болеть. Грешить и не болеть. Евгений, вопрос мне понятен. Отстаньте Иерусалима. Заботьтесь о том городе, где живете. Там свидетельствуйте. Там проповедуйте. А Евгений пусть там проповедует. Все на этом. Но написано 13 глава 14 сих Исаиев. Все народы побегут к своему народу. Все. Так что все пока отошел. Кто звонит. Ну у меня тогда еще такой, Геннадий Технич, отошел вопрос. Мы знаем, что в Иерусалиме есть православная духовная русская миссия. Получается, что тогда все их неустремления, они заблуждались. Зачем тогда они устремились в город Иерусалим? Притом, архимандриту Антонина Капустина, кто изучал, ему удалось построить монастыри на самых святых местах. Вот гора Иллион, там он воздвиг монастырь. Значит, ну как вот тогда понимать, что они тогда, получается, заблуждались. Не надо им было. Зачем эти все путешествия, эта вся русская духовная миссия? Ихние цели какие-то были. Что, получается, это все было напрасно? Ну все, и у меня как бы вопрос закончен. Ну, Игнатий Тихонович отошел. Ну, отошел я просто свою мысль выскажу. Есть такая поговорка, она мне очень нравится. Не место красит человека, а человек место. Вот тебе, Игнатий Тихонович, каждый трудит в своем городе. Знаешь, а то у нас вот шарятся по этим святым местам. А зачем? В Евангелии четко сказано, есть такое место, когда Господь собирается прийти и исцелить. А ему говорят, да не ходи, скажи только слово. И Господь, вот это да, вот это вера. В народе я не нашел такой веры. То есть люди-то верят в вещественное такое, в материальное, в земное. Прийти, прикоснуться, там, лобызнуться, вдохнуть, там, миром намазаться, и что-то произойдет такое. Это вот недостатка веры. Скажи только слово. Слово, вот мы к слову соприкасаемся. И Евангелие-то написано для того, чтобы мы веровали. А вот эти хождения по святым местам, они иудеи, они земного царства искали. Мы до этого говорим, земного царства на земле не будет. Христос говорит, царство мое не от мира сего. И вот эти хелиасты, то, что мы до этого говорили, все свидетели Иеговы, все сектанты, все хотят построить царство Христово на земле. Оно будет на небе, оно называется небесное царство. И вот это вот коммунизм, это рай без Бога. Чем закончилось? Реки крови и все. Не забывайте про это. А можно мне развить вашу мысль? Можно, конечно. Ведь мы из Ветхого Завета знаем, что все монументы, все памятники Господу Иегова, наши патриархи устанавливали по поводу тех или иных событий. Вот, допустим, сон Иакова. Ему приснилось его будущее. И на том месте, где ему явился Господь во сне, Он воздвиг каменный остров для того, чтобы увековечить память о явлении Ему Господа во сне. И также самостроительство монастырей, святых мест, сооружений на тех местах, которые связаны с тем или иным пребыванием Господа Иисуса Христа в этих местах. Поэтому тут логика, на мой взгляд, одна. Увы, увековечить память о том событии и не более того. Отошел. Спаси Христос. Мысль понятна. Вот, но... Когда... Вот, последние слова, опять же, и не более того. Когда Господь... Помните, дал... Змея были язвы, и когда смотрели на этого змея, люди исцелялись. Все вроде бы... Но когда из этого змея сделали нефуштаны и поклонялись Ему как идолу уже, все, Господь разрушил все это. Ему это не угодно. Поэтому... Вот, сектанты, они не различают. Они иконы, говорят, это идолы. Вот. В чем-то они правы, потому что некоторые православные к иконам относятся как... к идолам. То есть она, эта икона... И вот сегодня мы на занятии тоже старообряется вопрос задавал. Вот он с пятидесятниками разговаривал, он ему тоже вопрос задает. А нет ли этого в православии? Идолопоклонство. Икона сверх... Икона... Икона идолопочитания. То есть икона заменяет Христа. Есть такое. Надо склониться голову и сказать, да, виноваты, каимся, прости, Господи. Люди, совершенно не зная Христа, подбирают себе святых. К студентам Татьяна, там, здоровье-отцелитель Пантелеима. То есть у каждого все... Кто только в этом мире надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. То есть люди ищут себе земных и мирских благ. Иудеи, почему не приняли Христа? Они увидели в нем освободителя от римского гнета, и что он будет владыкой всего мира. Такой им нужен зол Христос. И антихрист придет, они его примут как блога. Потому что им нужно владычествовать над всем миром, здесь на земле, сейчас, в этой жизни. А будущее они не заботятся. Еще вопросы? Идем дальше. Откровение 21 глава, 12-13 стих. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен, сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Толкование. Этим означена полная и совершеннейшая защищенность города. Но, с другой стороны, этот город уже не будет иметь врагов, ибо они погибли. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Прокисая 54, 14. Говорит Исайя об израильской церкви. Он же говорит то, что, далее цитата, ворота его не будут запираться. Их 25. Стена города более указывает на его благоустроенность и благоукрашенность. Оборонительную же роль стены особо можно усматривать в условиях земного странствования церкви. Большая и высокая стена, охраняющая живущих во Святом Граде, есть Христос, пишет Андрей Кисарийский. 12 ворот в стене Иерусалима означают 12 колен Израилевых. Имена этих колен и начертаны на них. Как в древности были написаны на нарамнике израильского первосвященника. Введение пророка Иезекииля, 12 ворот города, именующегося Господь там, также называются именами колен Израилевых. Иезекииля, 48 глава, 30 по 35 стихи. Имена колен Израилевых на воротах небесного Иерусалима указывают на спасение Израиля, которое совершит кончину века. Катя, микрофончик выключите. Итак, весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Римлянам, 11 глава, 26-27 стих. Кто опоздал, говорю, сейчас читаем Откровение, 21 глава, 12 стих. «Спасется, причем, не только уцелевшее колено Иуды, но и все двенадцать. Бог придет к цели с народом Своим, как сыны двенадцати патриархов, сынов Иакова, станут сынами вечности». С другой стороны, здесь, разумеется, духовный Израиль, церковь искупленных Ветхого и Нового Заветов. О духовном значении имен колен Израилевых смотри, 7 глава, 4-8 стих. «Исповедание Иуда, видение Рувим, искупление Гад, блаженство Асир, молитва Нифалим, забвение Монассия, послушание Симеон, причинодействие Левий, награда Иссахар, сила и благоухание Завумон, приложение Иосиф, болезнь Вениамин, вот двенадцать ворот, вводящих в небесный Иерусалим. Нареченных этими именами Бог нарекает своими чадами». Двенадцать ворот означают и двенадцать апостолов, через проповедь которых все народы входят в церковь. Это и двенадцать догматов апостольского учения. Смотри, Никео цареградский символ веры, просвещающий весь мир. Двенадцать апостолов указывают вход к Богу и в его город. На воротах города соответственно двенадцать ангелов. О том, что верным дается ангел-хранитель, неоднократно свидетельствует Писание. Псалом 90-й, 11-й, 12-й стихи. «Ангелы – суть служебные духи, послаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Евреям 1, 14. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Тем более, пишет Андрей Кисарийский, «двенадцати апостолам споспешествуют в евангельской проповеди двенадцать первейших ангелов. Двенадцать особых высших ангелов покровительствовало двенадцати апостолам в их трудах. Они строят, как привратники церкви и небесного города вечности. Эти ангелы охраняют всегдашнюю радость и веселье в совершеннейшую чистоту обители Святого Города». Стены города соответствуют четырем сторонам света. На каждую сторону – по трое ворота. Это напоминает устройство Соломонова «Медного моря» в храме. Цитирую. «Стояло оно на двенадцати валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку. И море на них сверху». Второе про Альпоминон, 4 глава, 4 стих. «Трое ворот на всех четырех сторонах означает, что через апостольскую проповедь народы всех четырех сторон света придут поклониться Пресвятой Животворящей Трои. Крестообразное расположение ворот показывает, что именно крест научает все народы истинному Богопочитанию. Только через крест основывается всем четырем концам мира Троицы. Крест соединяет и скрепляет с собой весь мир и примиряет его с Богом Пресвятой Троицей. «Все части мира, говорит Святой Василий Великий, приведены ко спасению частями креста». «Христос пришел, чтобы в одном теле примирить обоих язычников и израильтян с Богом посредством креста, убив вражду на нем». В Христианам 2.16. «Трое ворот города со всех четырех сторон означает также троическую четверицу апостолов, исповедницу Святой Троицы» в Реке Троицы. Еще здесь можно разуметь Евангелие Троицы, посланное на все четыре стороны света, либо четыре Евангелия, являющие Троицу. «Устройство ворот Иерусалима указывает нам также таинственное значение священного числа 12. 12 равно 3, умноженное на 4. Четыре число этого мира, его стихий, его природы, его сторон, его измерений. Три число единого Бога в самом себе, число его ипостаси. 12, 3, умноженное на 4, означает явление Троицы миру, соединение Бога с тварью, проникновение и освящение Земли небесным существом. Апостольская 12 церковь есть Троица, явленная миру, 3, умножить на 4, или мир, погруженный в недра троической жизни Бога, 4, умноженное на 3. Вопросы? Математика сегодня нет, он бы тут нам бы разъяснил. Вопрос у меня, может, это ещё число 12 относится к 12 месяцам, к 12 часам, ну вообще, то, что в день 12 часов, 12 месяцев. Часто встречается вот это вот 12 в Библии. И почему именно 12? Ну вот это 4 стихии, это вот я, кстати, в первый раз услышал, интересно, то, что 3 умножить на 4, 4 стихии. Ну вот такой вопрос. Игнат Тихонович, ответите. Ну тут сказали, тут бы нам был математик, помог бы. А как раз отец Геннадий, он и преподавал в университете физику и математику. Так что тут математика под завязку идёт. Никто до конца не знает, почему он тут приводит 3-4 толкования. Где это делится на тройку? Обязательно к троице отнести четвёрка, четверица. Четыре стороны света, четыре Евангелия. То есть это всё где-то ум наш цепляется. А как это в действительности, что означает? Называет это полнота времени. Вот вы назвали там, там, часов 12, полнота времени. А как же семи дневная неделя? А это общая для всего мира, для всех религий. Это одна дата, сохранившаяся о потопе. И сказать вот на этом наставить, это и не надо. Толкование здесь берётся из того, что есть в самом Писании. А не так, но он ничего не открывает, а только говорит, что там духовное, а здесь более определённое и по-плоцкому касалось. Написано в Евангелии. А книга Откровения, она духовная, она толкуется только Библией. Я раньше думал, когда белый конь, красный, люди толкуют это, белые воевали с красными, гражданской революции, ничего подобного здесь нет. А именно кровавый, вот всадник на коне. Одно толкование, что это Христос, другое, что это Сатана. Да как так может быть? Никак. Яков благословляет 49 глава Бытия сына и говорит, что Лев, Иуда Лев, значит, это царственное колено, откуда произойдёт Христос. А Пётр пишет, Лев рыкающий, падшая с неба Деница, то есть архистратик, начальник воинства небесного, упал на землю и превратился в дьявола. Ничего нет, надо просто привыкнуть к этому. Ангел с большой буквы, так. Другие говорят, агел, две буквы Г рядом ставят. А ангел падший с маленькой буквы, это самое удобное толкование, он падший с неба. И поэтому настаивать на определённом нельзя. Это рождает ересь, заблуждение и ненависть к сопротивным. Я держал в руках толковый апокалипсис, семитолковый. Одно и то же место толкуется на разные. И святые отцы по-разному смотрели. А дальше он отвечает, Андрей Кесарик и Падокийский, это главный, кто впервые совместил все толкования в одно. И он говорит, аз же мню. То есть так считает, так, а я думаю, вот так. Но не дальше идёт, не настаивает. Поэтому вопросы... То есть можно спросить так, а какое есть мнение? Мнений существует где-то три, где-то семь. Мы их прослушали и больше ни слова, прикинь, не глаголим. Прости нас, Господи. Ты никому не открыл это. И хорошо, что не открыл. А то бы ещё неизвестно, куда мы пошли. Вот такой ответ отошёл. Спаси Христос. Спасибо. Продолжаем. Книга Откровений, 21 глава, 14 стих. Стена города имеет 12 оснований. И на них имена 12 апостолов Агнца. Толкование. Стена города в соответствии с 12 воротами имеет 12 оснований, 12 камней, где на каждом написано имя одного из апостолов. Каждодневно на литургии мы исповедуем свою веру во единую апостольскую церковь. Апостол пишет верующим, цитирую, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков». Апостолы, приняв от Бога спасительное учение, преподали его людям и обратили к нему умы и сердца. Непосредственно от Бога приняли они спасительную благодать священства, которая передается теперь от них из рода в род, созидая и окормляя церковь. Когда приходил Христос, они были первыми 12 камнями, которые заложил сам божественный строитель. Остальные камни закладываются уже через них. Всем верующим пишет один из апостолов, Петр, что в переводе означает «камень». «Вы и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Петра 2, 5. 12 апостолов были тем семенем, который бросил божественный сейтель и от которого выросло все древо церкви. Они – то основание, на котором построен весь город. Но тут надо четко разуметь, что апостолы не являются тем самосущим основанием, которое держит святое. Этим основанием является сам Господь. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3, глава 11. «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный» 1 Петра 2, 6. «Исайя 28, 16. «Апостолы же – промежуточное звено между Христом и всей постройкой. Как и сказано, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает во святой храм Господи». Песянам 2, глава 20-21 стихи. Схема такова – Бог, апостолы, церковь, город Бога Живого. Как 12 родоначальников Ветхозаветного Израиля были потомками трех патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, так 12 апостолов Нового Завета сами стоят на Пресвятой Троице – Отец, Сын и Дух Святой. То, что апостолы – не самосущие основания, одержат весь город, сами основываясь на краеугольном камне Христе, подчеркнуто тем, что они названы не просто апостолы, но апостолы Агнца – посланники Христа людям. И опять-таки 12 ворот, направленных в различные стороны, означают, что различные народы каждый своим путем вполят в Царствие Божие. Различные имена на воротах также означают своеобразие путей разных народов и людей. Но при всем историческом, географическом, этнографическом, психологическом и характеристическом своеобразии путей вход в град Божий может быть только на апостольском основании, только на основании апостольского учения и благодати, преподанных через них. При всем своеобразии спасающей может быть только церковь апостольская, ибо апостолы будут определять достоинство того или другого. Анафея 19, 28. Различные исторические церкви ведут свое начало от разных апостолов – Петра, Андрея, Фомы. Но все они имеют, хотя и разные, врата в град Божий. Но что могут представить различные протестантские и сектантские общества, основанные через полторы тысячи и более лет после апостола Преформатора? О каком апостольском основании могут они говорить, не имея ни апостольского рукоположения, а следовательно и благодати, ни апостольского предания, ни апостольского учения, ни духа апостольства? Их, в кавычках, города и веси основаны не на драгоценных камнях апостолов, но на песке, глине и щебне реформаторских прелестей и заблуждений. «Когда разольются реки страшного суда и подуют ветры, то не опрокинутся ли домы их, и не будет ли падение их великое?» Морфея 7, 27, 26, 27. «А ты, душа, принадлежащая церкви апостольской, но по закону ее не живущая, как войдешь ты через ворота апостольских? Как выдержишь суд апостольский, если учения их не содержишь и не подражаешь жизни и вере их?» Морфея 13, 27. Вопросы? У меня вот тут вопрос возник. Вот он заканчивает толкование. «А ты, душа, принадлежащая церкви апостольской, но по закону ее не живущая, как войдешь ты через ворота апостольские?» То есть он далее продолжает. Это он имеет в виду православных, которые принадлежат апостольской церкви, но по сути не живут за победями церкви. Так я понимаю. Я думаю, да, так. Для многих слово «христианин» — это звук, вводящий людей в возбуждение. Сколько людей называют себя христианами, православными? У меня недавно одна спрашивает. «Ты православный или христианин?» А я такого вопроса не ожидал. «Ты либо православный, либо христианин?» Отвечай. А кто спрашивает? «Светельница и иголы». У меня на такой вопрос даже страшно отвечать. Игнатий Тихонович, ну, прав, брат, когда... Правильно тогда вопрос задали тебе. Я был в краевой администрации, и меня зам губернатора просветил. И он говорит, я гляжу, у него журнал лежит, «Великодержавный» называется. «Мы, говорит, за православие, но против христианства. Прямо в основу положено». А почему? Православие во многом себя заявило, что оно не имеет связи с христианством, с Библией. Каждая власть подлизывается, что-то старается от нее получить, храмы, храмы строить и прочее. Мы за православие, но против христианства. Такая партия есть в Российской Федерации. И там в основном самые-самые высокие посты находятся. И они в это серьезно верят. Поэтому они заходят, свечки зажигают, храмы строят. Но когда говоришь о Библии, о Христе, о спасении во Христе, о жертве ради Христа, они ничего не принимают. Насколько они лютые враги, доказывать не берусь даже. Это основа. Так что, если какая-то протестантка вас спросила, она спросила по делу. По делу. А ты должен был сказать, я принадлежу к беднейшим слоям населения, к той великодержавной партии отношения не имею. И для нас главное слово Божие. Никео-цареградский символ веры. Строжайший его придерживается. Веру и военину Бога Отца во святую апостольскую соборную церковь. Вот это нужно было сказать. Даже нечаянно они что-то сказали, а ты это услышал. Почему так? Священное Писание говорит. Эх, вы ни о чем не подумаете. Лучше бы один за всех умрет, чем за него все. И написано дальше, сказал это, будучи на тот год первосвященником. Так он распинатель Христа. Неважно. Должность его здесь выше его отношения ко Христу. И Господь через него сказал. И это взято как эпиграфом. Нам-то это даже странно, как так? Такой-то патриарх, да он там такой. Отстань от этой мысли. Он уже патриарх, уже установлен. И через него, может быть, как раз и было сказано главное. А где ты имеешь? Во свете Библии. Такое слово запомни. Во свете Библии. У нас все ресурсы во свете Библии называются. Поэтому у нас называется православный библейский сайт. Нам говорят, православных много. Библейский это к православию не относится. Но православный библейский, вы посмотрите, найдите еще такой. Это несовместимое. Почему отец Андрей рассматривает мою деятельность и сказал, у Игнатия какая-то гремущая смесь. Он, значит, старообрядчество признает, там, это баптизм. То есть, где Библию пиетет к ней, значит, это баптизм. А где, я говорю, строго соблюдать каноны, правила соборные, все, это старообрядчество. А что тогда православное? Ничего нету. Он это подметил, но выразил такими словами, что люди запутались. Да кто я, баптист или православный? Это или старообрядец? Вот как. Поэтому, что бы ни сказали, евангельское канон не наше. Самое несуразное какое-то предание, вот, с мощами, с этими, с костями возятся непрерывно. С чемоданами кости везут, продают эти торгаши, греки. Вот простой ответ. Не вникай в это. Сказали так, а я хочу быть христианином настоящим и православным. У нас потеряется христианское православное поселение. Восстановление на старинных благочестивых русских обычаях. Мы каждое слово выверили. Милости Божьей 27 лет, и нас никто не может никак на этом вопросе попутать, ножку подставить. У меня лагерь был какой? В первую очередь он христианский, православный. Православие нужно знать. Не то, которое сегодня, а по соборам, по канонам, по строгости, по целомудрию, по чистоте, по всей объемности, православие, нежность, целомудрие, все есть. Все. Что бы ни показали у писятников, у нас есть вдохновленные люди. Возьми Пиофан Затворник, Серафим Саровский, Игнатий Брянщининов. Это последних веков уже. Ты скажешь, а вот у баптистов там подвижники идут, где-то проповедуют. Слава Богу. А Иннокентия теперь возьмите, Вениаминова, весь север охватил. А Николая Касаткина, японский. А Архимандрита Макария Алтайского, как он им проповедовал, 470 только этих, аэродцы крестил. Так что, что бы ни сказали, у нас все это есть. Православие все. И поэтому надо держать главное. А не просто пришел, свечку затеплил и ушел домой. Отошел. Я хотел еще добавить такую мысль. Многие тут знают, что я из сектантов пришел в православие, принял крещение. Но вот что многих сектантов привлекло, почему-то приняли православие. Потому что там-то есть многие привлекательные вещи, и общинность намного сильнее, чем в православии сегодня. Это даже с этим спорить не надо. Но вот, допустим, меня привлекло, это вот внутренняя жизнь православия, это учение святых отцов, творение святых отцов. И этим я сейчас скрупулезно занимаюсь. То есть, если от меня сейчас это убрать, для меня больше нет православия. И у меня такой попутный вопрос, вот для тех, кто не пришли с сектантов, а вот там были крещены или в младенчестве, ну, как бы всегда были, как бы считали себя православными. Что вас привлекло в православие? Почему вы православные? Что вас сегодня привлекают? Почему вы держитесь за православие? Вот этот вопрос мне хотелось бы от кого-то бы услышать. Евгений, я вам могу ответить. Этими словами постоянно я оперирую. Вот у нас за столом сидят митрополит, потеряевки, приехали на престольный праздник, священники. Я говорю, что самое ценное, чем мы должны дорожить в православии? Что? Молчат. Я говорю, вы, вы главный-то свет здесь-то. От вас идет, атаковали, такой ли свет-то здесь. И толкование святых отцов, соборов, и все. Толкование святых отцов. Вот вы сказали здесь каждое слово, то, которое я говорю. Поэтому, ну, вы позже меня пришли. Так что, вот так. Слава Христу. Отошел. Спаси Христос. Вопросы? Час прошел, давайте, задавайте любые. У меня вопрос есть. Кто знатоки, может быть, по православию. Вот такое сейчас в последнее время возникла такая даже юрисдикция, она как это называть ее. Называется православие западного обряда. То есть, там служатся по западному чину, там берутся литургии, которые были позабыты. То есть, когда был раскол между западной и восточной церковью, то с расколом были восточные церкви и отвергнуты некоторые литургии. Как бы, ну, потому что они принадлежали, как бы, ну, их служили там где-то во Франции, там в Риме, там где-то. Ну, это не место католическое, это литургия, там вот Галиканская литургия, там прочие, вот, в честь святых, которые жили там на Западе. И сегодня это восстанавливается. Многие там против, ну, те, которые там против католиков, они даже и этого не хотят слышать. Ну, вот, особо это было одобрено, было продвинуто, так скажем, в действие именно русской зарубежной церковью, вот. Русской зарубежной церковью, вот, так как они, как бы, живут во многих частях мира, вот, и не скованы, как бы, только русским миром, вот. Вот, и, как бы, как, вот, кто может, что может сказать об этом, как вы думаете? Вот, Игнатий Тихонович, тоже вопросы у меня, если он знает об этом. Евгений, если это идет до того времени, как раскол был, произошел, и люди по виду того, что такую-то литургию так-то исполняют, допустим, двое слова, там проще есть такие святые оставили для нас, литургия Иакова. Ну, и что? Тут надо учитывать мнение народа, переделать их не переделаешь. Нам достаточно то, что есть, что великий пост вот такая, прежде священных даров, нам этого достаточно. А новое вот это, где-то и что-то посиборитствовать, я бы никогда на это не пошел. Почему? Простой народ ничего не знает, это еще дальше его отталкивает. Я пришла в церковь, там совсем не так считается. Ну, то, что до этого считали, литургия Златоуста, достаточно, достаточно, не надо ходить. А другие делают, но они доросли, до этого не доросли. Говорят, он до этого не дорос. Кто ест овощи, не осталось, а того, кто не ест. Они служат так, служат пускай, но у нас этого не будет. У нас никто этого не слышал, да зачем нам выдумывать-то? Эту литургию наизусть батюшка знает, а здесь он на каждом шагу будет спотыкаться. А доходчивость молитвы одна и та же. Так, допустим, где-то. Раз первые христиане так молились до раскола, ну, расколом называемое разделение западно-восточное в 1054 году. Не надо этого делать, совсем не надо. Меня вот, я послушал, как некоторые говорят здесь, обвиняют в идолопоклонстве. Игнатий идолом для себя ставит перевод Библии синодальный. Я такого не слыхал обвинения. Это Сергей Ильин. А сам на каждом шагу путается с серетиками. Да зачем тебе это говорить? Синодальный перевод одобренный, печатается с 1876 года, другого нету. Это лучший перевод за всю мировую историю. Ну и все. Вот, я идолом ставлю. Ну, даже я идолом ставлю. Так, какой? Да так, я Христа признаю больше всех. Я из-за идола его разве считаю-то? Почему было не сказать так, что я ставлю выше всего истинно переведенное, утвержденное? Католики издают Библию на русском языке только синодальную. Баптисты, 50-ники, православные, зарубежные, дореволюционные, только синодальные. Неужели это непонятно? Худо или бедно, но уже за 140 лет зашло. Благословен Господь, даровавший нам чудных переводчиков таких. И так и здесь. Да так, они так молятся. А ты хотел бы слышать? Не хотел. А если бы на нем служили, вы пошли? Пошел. Ну, как-то изберите эту середину. Это не так, что я вот знаю, я пойду, по словарю каждое слово выискивает и узнает, что оно означает. Я русский человек, живу в России и скажу, что русский язык я до конца не знаю. Я знаю только так, сколько дано мне знать. Отец Геннадий Пас, тот знает больше. И я на больше не претендую. Мне не дано это. А у того университет, преподаватель, семинария, академия, магистр, доктор богословия. У меня ничего этого нет. Я просто смотрю и молюсь, как Бог на совесть положит. Что принимать мне? Литургия Златоуста достаточна для меня. Повторяю, никого не сужу. Но вносить новинки, это опасно. Даже правильное. Если бы на русский язык сказали переведите, я бы сказал, оно переведено, примите. Проверьте синодом, там лучшие переводчики. Службу, богослужение. Чтобы люди понимали. Да не тараторили, а медленно с расстановкой. Как Грибоедов пишет. Не так, как Панамаря, а с чувством, с толком, с расстановкой. Вот и все. Ваше знание, которое есть, смотрите внимательно. Не переходите эту грань. Можете остаться ни с чем. Просто ни с чем. Вдруг из-за святых отцов расхождение будет. А оно их не разделяло. Вот энкратитов стали принимать. И все посмотрели, как они. И говорят, да у них рукоположенные были епископы, отошли они с епископами. Там такого искажения не было. Принимайте их через миропомазание. Василий Великий говорит, только через крещение. Через крещение. Собрались другие, ему говорят. Понимаете, мы их оттолкнем, а так они войдут в православие, а уже поколение другое, они там свое забудут. Василий Великий сразу попятился и говорит, да. Я остаюсь при своем мнении, но буду делать, как сказали отцы. Вот как надо рассуждать. Да, я знаю так. Я знаю, что опресники были, не квасный хлеб. Но у нас у всех, второобрядцев православных, всегда было на квасном. Я это принимаю. Но себя знаю, что Христос первую литургию, назовем вечерью эту, совершил именно на опресниках. Если бы на квасном хлебе было, его убили бы сразу. Они этого не понимают. Меня спрашивают, я отвечаю, не подыгрывая себе, ни два перста, ни три. Они отображают подлинно, это пять, как у католика, пять ран. Крест вещественный, изображаем на себе крестное знамение. Католики правее всех, но я не католик, и молиться так не буду. Я приучен два перста, Бога человечества. Хотя это уже борьба против монофизитов была. Надо знать хорошо историю и иметь в душе смирение. Главное качество, недоступное сатане. Не настаивай на своем, обойдется. Там без нас пускай пока молятся. Говори. Я хотел добавить еще вкратце. Так, подождите, наверное, кто-то пускает, другой может что-то будет. Евгений, мне нравится ваше рассуждение, и все, но береги себя. Но тогда я спрошу, хорошо, пока мысли, чтобы не ушла. Вот Валентина Сартисон живет в Германии, она там на Западе живет. Я хотел бы у нее спросить, есть ли там у них она знакома с православными церквями западного обряда. Потому что дело в том, что это все законы. Это одобрено и патриархием Кириллом, и начальством русско-зарубежной церкви. Это законы, это не то же, что какое-то незаконное проникло. Поэтому, если Валентина Сартисон слышит, если она знакома там в Германии, может у них есть такое? Пусть ответит, если нет, так нет. Нет, я не знакома и не слыхала о таком. Все. Знаю старокатолики. Не, не старокатолик, нет, это православный, нет. Они причащаются тоже с ложечки, но только они служат, у них, допустим, нет иконостаса. Это как в западном обряде, у них не существует иконостаса. То есть, вот нет. И к какой относится, кто у них епископ? Ну, ознакомьтесь в интернете, это как большая история. Вот один, кто из этого продвигата был, Иван Шанхайский, он продвигал тот западный обряд, и он сильно помог в этом деле. Он был как бы вне рамках вот, как бы литургических. Вот. Ну, ознакомьтесь. Все, я закончил. Я не в курсе, посмотрю, да. Евгений, да это униатство в чистом виде. Ну, я не знаю, но это законно, это все законно, это все одобрено. Ну, я сказал, все, давайте вопросы другие, не надо это трогать. Вот у меня параллельно, значит, идет вопрос. Вчера я смотрела беседу вот Домуха Петра Михайлёва, православного священника. И в этой беседе православный священник католиков назвал геретиками, а соробряцев раскольниками. Это что, официально признано так? Это у меня такой вопрос. Я знаю, кто беседовал, там Пётр Михайлёв. Нет, да, Пётр Михайлёв и с ним еще рядом православный священник. Пётр Михайлёв, он как третейский судья. Я с ним беседовал, Валентина. Это Михайлёв Пётр говорил. И он беседовал с этим Дмитрием Кузнецовым. И Кузнецов его... Нет, нет. Сейчас посмотри, что это. Это беседа, что? Беседа, что? Ну, это Духа никакого отношения не имеет. Он у нас был в общине. Это развратитель. И рассуждает о нравственности. Ну, зачем это? Это в насмешку просто. Это человек чудовищный. Для него ничего святого нет. Браки везде влазят. Блудник из блудников. Его везде отлучают за это. Они его слушают. А он начинает рассуждать о нравственности. Ну, маленько-то молитесь, чтобы вам Бог открыл-то. Ты его сразу замазываешь, чтобы его даже не было. Здесь беседуют они с этим. И он его прерывает от Кузнецов, этого священника Михайлёва. Мы так до конца не дослушали. Я до конца слушал. Остальным сказал, послушайте. Ну, первые 15 минут, ну, а там сколько, два с половиной часа они беседуют. Примерно он прервал священника 450 раз. Он не слышит. Он совершенно одержимый. Потом он сознаётся где-то. Да, я в Бога-Мать ругался всегда. И так говорят о нём. И в это время, видать, в него вошёл сатана. Он всё отвергает. А кто такой Павел там и прочее? У него никакой веры-то нету. Но он сколачивает себе группу к нему и приходит как-то Олег Сват. Это дикие вепри лесные. Считай третью книгу Ездры. Зачем туда идёте? Наше православие, которое есть, оно вполне достаточное для спасения. Не ищите новинки. А то, как авриопаги, ни в чём время лучше не проводили, как только слушать что-нибудь новенькое, кто придёт. Зачем это нужно-то? В Шанхайске продвигал. Да продвигал ли он ещё? Чё продвигать-то, когда литургия есть? Ты в любой храм московский зайди, по всей стране, в России. Никто это не продвигает, ничего нет. Людям куда-то отвезти. Внимание. Пусть берут Евангелие, проповедуют, людям несут благую весть. Всё в этом. Однако этим заниматься не будут. Пост подряд нарушают. Бритые стоят в галстуках масонских. За 80 лет им всё ещё мучаются. Это всё игра идёт. Игра. Блудословие называется. Отошёл. И всё-таки у меня был другой вопрос, Игнатий Тихонович. Действительно ли католики, признанные православной церковью, юридиками, а соробряцы раскольниками? Это так принято говорить. Раскольники не они, а мы, если мы относимся к патриархии. Колят топор, а не чурка. Они не согласились с реформой Никона. Реформа ненужной, бесполезной, кровавой. Сколько людей сгорело после этого. В окно это провалилось. А тут уже и революция, всё пришло. Это ни один, ни два. Вот везут Боярни Морозову. Что они сделали не так? 700 лет молились. 700 лет. И теперь всё по боку неправильно. Давайте перстное знамение не так складывать. Давай символ веры из меня. Духа Святого, Господа истинного. Слово истинного отбросили. А как так? Написано, Бога истина, от Бога истины. Это отца и сына. А к Духу Святому отнеслись с пренебрежением. 700 лет так молились. Вы историю-то маленько гляньте. И теперь раскольниками называют тех, которые сохранили верность тому, как принял князь Владимир, как веровал Сергий Радонежский. Да какие же они раскольники-то? Это самые мужественные люди были. Но я не с ними. Я с десантями нахожусь. И нам рта раскрыть нельзя. Об этом очень хорошо говорит в московской патриархии отец Кирилл Сахаров. Берсеневка, около храма Христа Спасителя. Мы перетерпим это, потому что великое зло творили им. И в русской православной зарубежной церкви сенот собрался. Их там, кажется, 14 епископов было. И они просили, написано слезно, просим простить нас. Мы вас не гнали. Это наши предки гнали вас. Они вас сделали изгоями. Простите нас. И не за это ли гонение наших отцов. Революция ударила по нам. Нам пришлось бежать. Мы потеряли все. Простите. Мы не хотим отвечать за эти дела. Вот как надо отвечать. А патриархия беспокаянная. Зарубежная церковь принесла покаяние. К истинному православию. У меня там этот материал есть. И подписи их все. Откройте книгу. Это беда, великая беда. Они как, ну, называются раскольники. А что они раскалывали? Вчера молились так. Литургия была такая. Все изменено. Даже ходили, допустим, против солнца. А теперь надо идти по солнцу. Да разницы нету. Нету разницы, потому что я знаю. Они не знают. И они стали тогда смотреть, как портопопа в вакуум. Нашелся вождь. Который прямо проклинал их. Где выписал он Никону? Где ты видел, чтобы огнем и мечом обращали веру? Что ты делаешь? Иконы какие пишете? Какие ноги? Какие рожи у них? Вы с себя пишете-то иконы. Ноги как столбы разжиревшие. У него, ну, послушай, что он пишет. Так что, тут надо еще разобраться. По большому счету, раскольники именно те, которые... Ну, сегодня мы так молимся. И сейчас новые люди придут и скажут, не так, а кулаком надо молиться. Ты пойдешь на это? Не пойдешь. Определенно. Да кто раскол-то? Кто вносит вот эти новины? А католиков официально церковь никогда не признавала еретиками. Никогда. Это отдельное высказывание там Яна Кронштадтского, о них были и прочее. Меня могут спросить, а вы считаете? Я считаю их церковью настоящей. Но у них больше заблуждений, чем у нас. Вот и все. Да, там была инквизиция. 12 миллионов людей возвели на костер. У русских меньше, но тоже было. Иосиф Володский, канонизированный. Он только мечом и огнем приобретал. И князя там, там Василия Четвертого, у кого всех подбивал на это. Надо знать очень хорошо историю. И при том не фальшивую историю. А у старобрядцев. А у них Иван Грозный к старобрядцам относится. Более кровавого деспота не было. Тоже хвалиться-то нечем. Надо помолиться о падших, если возможно. И сказать в конце, Господи, прости, может быть, уже и молиться нельзя. Но научи нас подражать тебе. Взирайте на начальника совершителя веры. Евреям 12.2. Вот нам что нужно. Никуда умом не ворохнись. Держишься здесь в православии, патриархата московского. Держись. Ничего больше тебе не надо. Но и католиков не поноси. А если я бы был на необитаемом острове, я бы умирал, никого нет. Я бы причастился у католиков. Я вот был в Томске, подошел к этому. Ну, мы познакомились уже, как-то дружелюбно были. И я подошел и благословился на поездку. Мы в миссионерской поездке были. Но ролик снятый, как раз племянник снимал, Марк. Когда вернулись, я своих спрашиваю, меня выставить ролик или нет. Ну, кто как знает. Ну, я знаю, на меня сейчас нападать будут. Но я выставил. И нападение раза два было, и все. Сейчас батюшка звонит. Что там про Романа слышал? Я говорю, ну, ничего почти не слышно. Он там где-то сидит. А нападений на меня масса. О, ты более праведный. На тебя больше нападают. Вот и весь ответ. Так и надо понимать. Блаженно, когда вас будут поносить и гнать. Католики – это настоящая церковь. Настоящая. Много там заблуждений. Чуть побольше, может, нашего. Все понятно. Благодарю. Наверное, с него и было. У меня такой вопрос возник. Игнатов, можно задать его? Вот мне в память врезались слова Василия Великого, который сказал, оценивая одно событие, что я имею свое мнение на этот счет, но буду придерживаться того, что постановились святые отцы. Игнатий Тихонович, а можно как-то узнать подробно, где сказал Василий Великий такие слова? Ссылку на этот источник. Он очень важен. И это очень хорошее утверждение. Оно как бы позволяет каждому из нас иметь свое суждение, но не превозносить его над мнением святых отцов. Как, например, в символе веры написано не все, что сказано в Святом Духе, а только то, что от Отца исходит. И совершенно не указана роль единосушного Отцу Господа Иисуса Христа, через которого этот Дух посылает. Но это не означает, что символ веры должен обязательно копировать все нюансы, которые отражены на этот счет в Евангелии от Иоанна. Поэтому действительно очень хорошая такая формула, которую высказал Василий Великий. Я имею свое суждение, но буду придерживаться и исповедовать то мнение, которое постановили святые отцы. Точка. Отошел. Сергей Егорович, я как раз этого и придерживаюсь. Я не знаю, откуда вы услышали. Я никогда не выписывал ни том, ни страница, ничего. Просчитал, я афоризм отодзял и все. Именно так. По вопросу пресного хлеба, чтобы не было, у нас не сходится иногда с Писанием-то. Да, я знаю. Знаю и говорю. Но делаю так, как при этом в церкви, нигде не нарушая порядок. Да что это у вас за двойственность такая, раздвоенность? Я говорю, у меня не раздвоенность, а расстроенность. Я знаю первичное, самое первое. Я столько занимался, что вам, говорю, в 10 академий не вложить. Я пришел к выводу, нигде лишнего нельзя брать. Вот заметьте, 55 лет миссионерствую, со всеми сектами, с католиками ни разу не спорил. Главное, это филиоквы, от отца и сына исходящего. Но почему не говорят, что половина почти святых отцов понимали так, как католики? Не кто-то, а родной брат Василия Великого, Григорий Низский. А почему? Да прямо говорит он, от отца и сына исходящего. Где? Я пойду и пошлю Духа Святого. А в другом месте умолю отца. То есть то и другое. А как правильно? То и другое правильно. На то и другое самое веское основание. Не надо наставить на своем. Писание дало повод для этого. А Богу как угодно. А вот этого мы не знаем. Но Бога и Христа мы этим не унизим, если скажем о католиках, что мы с ними не спорим. Вот и весь ответ. Нужно научиться брать эту золотую середину, помня, чтобы не соблазнить. Мясо не грех. Но не буду есть мясо, не буду петь вина вовеки, чтобы не подать соблазн брату, за который умер Христос. Я говорил, баптисты признаете? Да. Но вы знаете, сейчас Великий пост. Вы можете здесь, живя среди русского народа, который по-настоящему верит, посты соблюдают. Вы можете не есть? А еще ради не будет. Всякая пища чистая. Он не может. Он утробная. И он не может. Я узнал, что когда, давно, когда обратился, что адвентисты седьмого дня не едят смени. Но потом узнал, что, я же не знал этого раньше-то, и не едят мусульмане. Я мгновенно принял решение. Мясо больше не ем. Полвека позади. Мясо не ем никакого. Все. Чтобы случайно не подать где-то соблазн. Я очень боюсь этого. Уважаю своих слушателей. Вот весь ответ. Я никак этим не согрешу. Я последовал Павлу. Василий поступил правильно. Для меня пример. Вот только власть перешла к православным, они сразу стали ссылать арестовывать еретиков. Князь Константин, император, зашел и говорит, вот стол, я думаю, круглый был, садитесь за ним, решайте. Никого, так сказать, сажать не надо. Здесь решается по Писанию. А он язычник, еще не крещеный был. Мне это очень дорого и близко. Но равноапостольным его назвать не могу. Он не ходил, не проповедовал, ничего. Не надо обманывать. Но если коснется, вы можете назвать его. Назову даже сейчас. Патриарх не святейший. Какой он святейший-то? Святейший, два раза в Библии сказано. Святейшая вера, послание Иуды. И книга Маковейский. Святейшем месте семь. Храм. Но если он где-то коснулся бы подписывать бумаги, просьбам, сказали бы, сказал. Сказал. И не согрешил бы. Я могу сделать приписку. Свят Бог свят. Сравнительная степень святее. Превосходнейшая степень святейший. Превосходная степень от слова святой только два раза. А патриарх туда присуседился. Да еще, ваше святейшее святейшество. Масло масляное. Ваше пресвященное пресвященство. Это нещеславие вроде бы. А Папа Римский собрал все звания, а в конце говорит, я раб рабов. Ну, остался бы при одном этом звании. Да зачем тебе на месте, Христа, на земле? Как Тютчев писал, непогрешимая греховность. Вот ответ. Такой ответ тебе, если нравится, прими его, нигде не вступай в споры. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он однажды возвестил истину и умолк. Теперь вы отвечаете за то, что я тебе преподнес. Чтобы найти это, я перелопатил не килограмм, а может быть тонны литературы. И без хитрости получил, и без ревности передаю. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Я тоже такого поведения. И у меня такой вопрос. А вот во свете Библии, как наша церковь, Библия, оценивает такое понятие, как сепаратные переговоры? Когда, допустим, твой друг, официально друг твой, пытается вести переговоры с твоим соперником, за твоей спиной тайна. Вот как по свете Библии это явление можно оценить? И оценивается. Смотря о чем, Сергей Егорович, смотря о чем беседуют. Как это? По чьему благословению? Этот вопрос неоднозначный. И я не знаю, о ком мы речим. Сепаратный договор. Боялся Сталин, что договорятся отдельно с Рузвельтом, и отдельно включат они перемирие, и всю силу теперь Гитлер бросит на один фронт. Он боялся этого. И правильно делал. Заранее, когда были в Тегеране, договорились ни с оператных переговоров, ничего не вести. Вот это вот мы видим 17 мгновений весны, там Штирлис, когда это перехватывали. И наконец все это разрушено было. Вместе окончили победу. Иначе бы это намного больше жертв было. Сепаратные переговоры, они нужны, чтобы никто не знал, может быть, по чьему-то благословению ты сначала разведай, стоит ли нам делать. Конкретный случай нужен. На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Тогда я конкретно расскажу. Вот допустим, того или иного человека, который впал в ересь, по слову апостола Павла, нужно чуждаться, не входить с ним в контакт, потому что бесполезно, и молиться за него. Но как поступают иногда наши братья, они знают об этом повелении апостола, и тем не менее, вступают в эти сепаратные переговоры с сектантом, и начинают, так сказать, накачивать себя, да и костя на других, той информацией, которая для нас вредная и ненужная. Я поэтому задал только вопрос по поводу сепаратных таких вот отношений. Ну, это его дело свободы, Сергей Егорович. Мы этого отнимать не можем. Он все слышал, ему это нравится. Ну, и пускай он делает, но сказать надо, еретика после первого, второго вразумления отвращайся, ибо он грешит, будущее самоосужден. Все. Ну, а которые наши люди, близкие, пошли там к ним, там где-то, ну, один раз может сказать, и все, больше не надо. Я знаю, кто и о ком вы говорите. Если надо, я могу назвать фамилии и имена их. Это не переговоры сепаратные, а где-то отдельно, он там просто беседует. Переговоры, это означает заключение чего-то в договоре, тайно от кого-то. А тут никаких нет, просто он там участвует в этом, такое же, как у нас сейчас сообщество, чатом-то не надо называть, это чат адский какой-то. Мне не нравится это слово. Вот наше содружество или как-то там. Ну, это его выбор, не надо притеснять. Он поймет, насколько это плохо и будет обратно к Сергею Павловичу проситься. Надо быть на этом спокойнее. Ты узнал не так, скажи и дальше не лезь. Молись. Не лезь и не доказывай. Тут словами ничего не докажешь, только молитва. Молитва искренняя, если выпросишь слез, со слезами молись. Не забудь про саму свою душу. Слушаю. И последний вопрос. Так, Сергей, подожди минуту. Сергей Григорьевич, подожди, может у кого-то еще что-то есть? У меня вопрос есть. Вы свой лимит и уже не стратили. Нет, нет, вы истерпали. Борис хотел задать. Борис, задавайте. Да, можно задать вопрос Игнатий Тихоновичу? Я слушаю вас, дорогой. Слава Богу, пробился. Приветствую вас. Спасибо, Христос. И вас тоже. Значит, такой вопрос у меня, Игнатий Тихонович. Вы как-то, я не помню, в какой-то передаче говорили, что когда жил у вас Роман Малыш, кстати, Роман не Малыш, а Малыш фамилия его оказывается, что он у вас там пытался какие-то ереси говорить, и на следующий день слег, на два или три дня, болел сильно. Вот сейчас он на вас нападает, может быть, на него опять болезнь, это найдет, и он переболеет, и все пройдет. Ну, как бы, такое уже было, понимаете? А чего сейчас не пошлет ничего, как бы, вот, чтобы его как-то спасти? Вот такой вопрос у меня. Может, он переболеет, температура, и все пройдет? Нет, это не переболеет. Это беснование. Это самое натуральное беснование. Мы сегодня только беседовали, и вот в один день буквально изменить все. И сейчас под меня подыскивается, копает, кто плохо говорит, он с ними сходится, от них берет, на меня забрасывает, от этих дохлых кошек, я могу только скорбеть. Нынче мы лето работали с ним, ближе его у меня никого не было. Почему мне это так тяжело, переживаю я. Я потерял близкого человека. Теперь, говорят, его специально подготовили, хорошо с Украины, заслали сюда, чтобы разрушить. Ну, многое делает похоже на это, но мне трудно с этим согласиться. Кто мы такие, чтобы нам специально человека засылать? Но у него это было. Были, он о себе говорит, прям, та шизопринея там что-то, притом колдовали, к нему подвески делали, это беснование. Он и против батюшки все только причащался в январе месяце. И вдруг все, церковь недействительная, крещение принимал теперь не от тех людей и прочее. Ничего нельзя сделать. Говорить не надо, никак. Совершенно не выходить на него, нельзя. Чтобы тебе не оказаться ниже. Никак. Не вступай с ним в перерекания какие-то, только молись. Сегодня на меня один вышел, первый раз. Он услышал. Я ему говорю, ничего не надо делать, только молитесь. Ему все сказано. Он столько имел. Я выставил сейчас ролики, первая встреча, как мы по скайпу беседовали, как он говорил, сейчас все другое. У него вид другой, все. Бешеные глаза такие, он в дурдоме или где-то окончит жизнь свою. Сколько он говорит. У меня это было такое, у меня не раз было. Люди восстают, которые, я знаю, он сейчас два дня будет как подкошенный лежать. Он лег глазами хлопает, два дня не шевелится. Здесь у меня он был. Но каждый день его не будет, Господь. Один раз показал, хватит. Я надеюсь только на величайшее чудо Божие. Но внутри меня веры нет. Я молюсь. Ежедневно. Ночью поминаю на молитве. Но веры у меня в это нет. Он перешел грань. Перешел грань, из-за которой возврата нет. Если только Господь освободит его от духа зла немощи, демона злого, который дух лжи вошел. Дух лжи. Он верит в всякую ложь, славиков там, стерлигов. Все собирает. Вот Александр, мытарство там, ролики к себе перетаскивает. Он не знает, что делает. Ну вот были бесноваты. Они бросались на людей, грызли горло. Зачем ему, когда его привезти в чувство, зачем ты загрыз человек? А я не знаю. Он не знает, что он делает. Не знает. Но в моей памяти он остался тот, когда был непрокаженный. Какой он хороший. Как он самостоятельный. Сколько он помогал. Безотказный всем. Мы все его полюбили. Он все порушил. Через это, может, еще что-то Бог скажет кому-то. В нас он нигде препятствий нигде не видел. Просто он из интернета нахватался. И сатана открыл дверь, сорвал с петель дверь. И сейчас все в него вкатывается. Только скорбеть, плакать, молиться. Объявить пост. К нему больше не возвращайтесь разговорами. Пожалуйста. Это большая честь для демонов. Спасибо, Христос. Спасибо, Игорь Игорь Игоревич. Я знаю вашу заботу. Молитесь. А вопрос мне можно? Ну, к сообществу. Не можно спросить? Вячеслав, он зашел. Пускай спросит. Вы, ребята, когда задали 2-3 вопроса, практически лимит исчерпан. Только когда никого нету, пройдет минута нету, тогда можете выйти. Более скромно себя ведите. Так, Вячеслав, говори. Тут я? Да ты что-то вышел, я вижу. Нет, я, наверное, забыл выключить микрофон. Я вижу, тут что-то загорелось. Никого нету? Если никого нету, теперь Евгений. Давайте. Что, Виталий? Вопрос у меня, значит, к сообществу. Недавно... Подожди, 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 стоп. Кто-то еще хотел. Виталий, Виталий Калиников. Давай. Вопросы о католичестве. Я много вижу. Виталий, микрофон поближе, плохо тебя слышно. Яско, хорошо. Вообще ни одного слова не слышу. Я вижу, он руки сложил, стоит. Микрофона нет у него. Пусть отключит видеокамеру. Ну, пускай. У него нету видеокамеры. Ну, ладно, тогда там по порядку. Евгений хотел что-то спросить. Давай. У меня вопрос такой практический. К сообществу. Хотелось бы, чтобы кто-то бы ответил, у кого есть опыт. Значит, недавно Игнатий Тихонович нас призывал к тому, чтобы мы начали организовывать как бы свои такие занятия по Библии, по толкованию святых отцов. Но не так как бы перетаскивать здесь. Вот Сергей Ильин, он как бы начал перетаскивать. Мне это его идея не понравилась. Что он начал делать? Он пытался создать параллельную группу, но с теми же участниками практически. Это были все участники, которые здесь есть. Я ему как бы так намекнул, что в этом нет никакого смысла, что ты делаешь. Если там где-то в Питере найдешь у себя других людей, это другое дело. Вот. Но я хотел бы спросить, вот если у вас, вот у участников этого сообщества, есть ли у вас какой-то опыт, начинание, ищите вы людей там в храме где-то, чтобы как-то начать организовывать такие кружки и изучение Библии по толкованию святых отцов как бы с целью создания общинности. Вот. Допустим, вот Валентину Сартисон, я недавно уже услышал, у нее такие попытки были, где-то с переменным успехом, но она что-то пытается делать. Вот. И у меня вопрос вот к Сергею Игнатову, и к другим вот участникам нашего сообщества. Есть ли у вас какие-то попытки делать или вы что-то? Все, вопрос закончен. Так, Евгений, я отвечаю, раз меня тут на это дело поставили. Третий том открытым оком. Запиши. Да и это уже я знаю, Игнатий Тихонович, эта информация звучала. Я-то хотел... Так, Евгений, раз задали вопрос, я вам говорю, как образовывать? Лучшего пока нету. Там написана отдельная статья. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Все основано не на человеческих придумках. Попробуйте, и вы увидите. Вчера не получалось, сегодня получится. Ходишь в храм, ну хоть с одним-то ближе, сойдись, пригласи его домой. Ну неужели ходите в храм и начните с этого? Почему у вас никого нету? Мы вот приехали в Барнаул. Только вышли из храма, прямо на паперте мы стали говорить. Вокруг нас мгновенная кучка людей. А кто-то пригласил. Мы приехали к ним, на квартиру попросились. Медведева Мария Федоровна. А у нее вот тут, у нее это большой круг. Она других пригласила. И у нас уже к вечеру начались занятия. Все. Приезжаем в новое место где-то. Мы говорили, дали свой адрес. Неделя проходит, к нам приезжает. Приезжайте, мы уже группу там собрали. Готовые. Покажите, как начинают вести. Мы даем материал. Третий том, пособие по Евангелию от Марка. Группа организована. Ну и сразу же обращайтесь. У вас много людей. Да тут много. Сразу к митрополиту, чтобы разрешил, благословение дал, начать собирать как-то средства или что-то, построить храм. Там, молитвенный дом или как там. Чтобы приезжал священник. Бабушки старенькие. Их тут можно прищищать, исповедовать. Все. Надо научиться четко, ясно ставить программу. Не то, что ты сейчас ответил, а я это знаю. А знаешь, а не делаешь, будешь бить много. Знаешь, так делай. Конкретно. Вышел из храма. В храме молчок. Вышел, теперь можешь разговаривать. Возьми в руки Евангелие и скажи, кто хочет исследовать по священному Писанию. Вот у нас я не вижу Склеренко из Австралии. Николай. Конкретно. Так а никого нету. А вот ты этого-то не знаешь. Не знаешь. Самые великие люди очень жестоко ошибались. Я один остался, один остался, один остался. И моей души ищут, на меня нападают. Господь говорит, успокойся. Еще семь тысяч, которых ты не знаешь. У вас, может, семь тысяч рядом, а вы их не видите. А вы видите. Я тоже такой же, как вы. Не вижу. Я не вижу. В романе я не могу сказать, что ошибся. Я его просто полюбил. И говорить, придумать на него я ничего не могу. Я вижу, беснование началось. Это страшно. Это ужасно. К нему лично, у меня претензий нет. Только доброе осталось. Так начинайте работать. Как все знают, у нас в Российской Федерации разрушено полностью, дотла. 21 тысяча сел. Можно, вот как вы, организовать? Можно. Но для этого нужны люди. А что он сделает один человек? Ничего не сделает. А почему у тебя друзей-то нет? Вот за это ты и ответишь. Ты умер, за тебя помолиться некому. Златон говорит, вот за это ты ответишь. Почему ты один остался? Если ты христианин настоящий, и прямо считай 15 главу Евангелия Тиана. Мы веточки, ягодки на виноградной лозе. А он виноградарь. Как же так-то оказался один? Один? У меня опыт, огромный опыт. Я в тюрьме, буквально в первые же дни у меня группа образовывалась в большой камере. День и ночь курит, матерятся группа. Внутри. Ну и что? Ну вот и все. Верующие там были, были. Делали это? Не делали. У нас камера открывалась, охранники собираются, и полная тишина, два часа на проповедь. И при том каждый вечер. Этого никто не слыхал даже. А как? Откуда у вас такое? Не знаю я. Просто я тороплюсь, время мало. Олега Синяева, спроси обо мне, он ответит. Так, непраздные вопросы задавайте. Конкретно, четко, ясно. Я сказал, третий том открытым оком. Бери, собирай людей, собирай. И начинайте по этой программе. Там программа, какой вопрос задавать, кто руководить должен. Все сказано. Но оповеститесь священника. Пригласите. Заранее скажу, он не пойдет. А когда группа будет, и люди будут истинно уверовавшие, священник сразу воспользуется. А о нем усиленно молитесь. Там на все дается ответ. Я даю ответы не на один вопрос, а на 4124 сохранившихся. 1136 проповедей. Только сохранившихся. Надо в гуще народа быть. Игнат Тихонович, можно вопрос? Давай, Виталий. По католичеству. Игнат Тихонович, ну вот раскол вот этот 54-го года, так это политическое было движение некое, да? И действительно нет у них каких-то критических ересей, за которые мы, ну как бы, не едины. То есть, если действительно с ними соединиться, то это будет правильно. Как вот? Не надо этого объединения. Не надо. Это нельзя сделать. Я абсолютно точно знаю, этого не будет. Со старобрядцами, с родными, близкими объединения на тысячную долю процента даже нет. Не поносите, по крайней мере. Остановитесь на этом пока. А кто виноват? Знаешь, это я знаю только с этой стороны. Они поступили неправильно. Легаты папы, патриархи Фотии, положили на престол, там отлучение его. Ясно дело, они их предали нафями. И все такое. А что нужно делать? Не надо вообще было этого. У них есть там своя территория, и там пускай будут. Но он считался первенствующим епископом. И когда Златоустца сослали, это третий том полного творения святого Иоанна Златоуста. И он обращается к его святейшеству, папе Иннокентию. Хотя он не защиты искал, а уведомлял его. А правила уже говорили, были каноны приняты. Что если у вас здесь епархия, митрополиты, то жаловаться за океан, написано за океан, за море, нельзя. Ну и правильно, правильное правило. А зачем нам объединяться-то? Надо работать. Я вот смотрю, встречается там Алфеев, митрополит Иларион. Ну, так-то с ними целоваться бы не стал. Но благодатность, признаю, бритые. Меня вот это очень сильно задевает. В 80 с лишним лет, как яйцо куриное. Ну, зачем же это? Да у них масоны. Да вы не знаете, сколько тут масонов. Я просто внешне говорю. Игнат Тихонович, я вот расскажу немного, займу времени. Когда учился в Тобольске в семинаре, у нас парень, с Барнаула, кстати, Артём, не помню уже фамилию его, он стал слушать аудиокассеты и молиться по-католически, практиковать. Вот именно молитву, как католические там, ну кто, не знаю, кто у них проповедники. Они говорят, вообрази себе, вообрази себе, вообрази. И он вот эти видеофильмы крутил и при молитве. И вот он довоображался, что он действительно с ума сошёл. И его отправили домой, ну как-то, не знаю, в поезде вот он ехал. И забесновался, забушевал в поезде. Его сняли в Омске и поместили в соответственное место, в психбольницу. И мама потом за ним приезжала, его забрала в Барнаул. Артём Горковенко вспомнил. Так вот, ну, то есть это... И ещё помню, Осипов рассказывал, насколько... Ну, то есть там буквально умалишённых женщин там выдают за святых. Ну, то есть вот такие моменты в католичестве, насколько они... Как сказать, ну... Ну, Виталий, вы знаете один случай. А таких случаев-то ведь не один, а больше было. Зачем туда лезть это? Вообрази, вообрази. Святые запрещают воображать. Я молюсь, представим, он говорит, Иоанн Затаус говорит, и вот ты входишь, ангелы Херувимы, проходи мимо. И вот он тридцать, единый свет сияет, и там поверх десниц. А как воображать? Никак. Просчитал, и всё. Воображение запрещено. Оно ошибочное. И на этом сатана замки будет строить. Вот результат. Тогда люди обращаются ко мне. Ну, вам неужели видений не было? Не было ни одного. А если бы было? Ну, я бы помолился, попросил Бога, чтобы не было. А поверили бы? Не поверил. А кто я такой? Черепь, говорит, а не человек. И всё. Я не слышал ни одного голоса, ни шёпота. Во сне что-то там видел, там меня арестовывают, сажают. Ну, по жизни по моей. Везут на север на корабле. Тут ничего такого обольстительного нету. А надо, о них много куда залезли. Не сужу, но туда не полезу. Вот говорят, на Украине Денисенко. Там Филарет. Ну, вот если бы были, я отвечаю, к нему я не пошёл бы из поведности причащаться. Не пошёл бы. Но еретиком я его называть не могу. Всё, вот моя позиция. Я бы молился о нём. А пошёл бы в московский патриархат искать. Услышал. Да? Повтори. Услышал, услышал. То есть не надо хулить, не надо, ну, как сказать, ругаться. Не надо. Никакой медитации там что-то нету. Вот что-то мы считаем. О чём пишет Иоанн Кронштадтский, особенно хорошо он об этом. Я разгневался. Женщина-ребёнка не может унять, мою проповедь не слышно. Я так разгневался. Но потом вошёл в алтарь, помолился, и Бог простил меня. У меня 18 метр. А диакон наложил много ладана. И курит там стоит какой-то, машет кадилом-то. Закоптил-то мои эти камелавки. Я разгневался. А потом подумал, да я ж старик. Куда мне 18-то? И я помолился, и Бог простил меня. И он постоянно об этом говорит. Вот простая вера. Разгневался, да, разгневался. Да как гнев просто может? Да Иисус воззрел с гневом. Написано. Считай, там 5-3 в Марке, там Луки. И говорит, скорбя об ожестощении сердца. Он разгневался. Гнев был присущ Иисусу. Иоанн Затаус говорит, это чувство, качество. Бог вложил в человека, чтобы правильно пользоваться. Да солнце не зайдёт во гневе вашем. Ложись спать, к вечеру постарайся ликвидировать это. Вот и всё. Не надо таким показывать. Я тихо, мне хоть что делать. Плюю в глаза, это Божья роса. И я такой уж. Ничего подобного. Ты просто мёртвый. Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Я трёс их. Ну и разве мало это? Ну мы считаем даже про святых, говорит. И я бил их. Бил. Заборно таскал их. А кто так делал? Ездра. Самый великий человек Ветхого Завета. Ни Давид, ни Соломон. Ездра, собравший книги Библии. Выведший народ. Отстроивший стену. Написавший три книги в Библии. А его даже в святцах нету. Монахи его не запустили. А юродивых своих туда понаписали. Юродивая страна, юродивые такие. Емели на печи приедет нам, всё решит. Пишут в Москву. У нас народ-то хороший. Но где бы нам такого руководителя, мужика, башковитого. Он говорит, Юроберт Рождественский отвечал. И говорит, ну они по полочкам не лежат. Но вы из своей среды-то выдвинете такого. Ну неужели ни одного нет? Всё из варяг тащили. Историю надо знать, чтобы не повторять те же глупости. Игнатий Тиньевич, а порекомендуйте источники, действительно, которые не так уж замутнённые по истории, какие можно почитать, кого авторы? Ну я только могу сказать, к чему я больше всего преподал. Лучше толкование блаженного филакта я не знаю. Я только в одном университете по нему 18 лет преподавал. От руки его переписывал. Под копирку печатывал. А потом сам издал книги. Бог позволил так издать, что за всю мировую историю так не издавали. Три тома. Три тома, полное толкование, 297 комментариев дал. Иллюстрации были, спорили, на Густава Дары издавали когда-то. Не толкование, а в других местах. Там мировая поэзия называлась библейские мотивы. 103 иллюстрации. Я понял, спорить не надо, надо издавать все. А их 230. И в наших томах 230. Да мало того, все раскрасили. Больше года ушло, целый коллектив этим занимался. И что, говорит, не начнет, то успеет. Вот как Бог сделал. И при том переизданы. Второе издание. Первое было черно-белое, а теперь цветные у нас. Конечно, это лестно, что мои книги у патриарха, у того и у другого, и показали библиотеку Путина, у него стоят книги. Это чего-то стоит? Вот я советую златоустца. 12 томов. Но ты хочешь такое что-то полегче. Ну, тебя тянет на такое... Я имел в виду по истории, по истории. Вы сказали, историю надо знать. А, историю знать. Знаешь как, ты мое слово об истории не понимаешь, как историки. Историки самые ненужные люди. Их никуда нельзя пристроить. Я имею в виду то, что сохранилось для нас в житиях святых, в трудах святых отцов. У меня свое понимание истории. А эту-то историю каждый пишет. Были репрессии, не были. Вот теперь Жуков там Юрий пишет, как... Я их знаю, читал. Но мне это и не надо. Я знаю в житиях святых, как это было. Он имеет в виду церковную историю. Церковную историю. Такая, чтобы... Церковная история. Советовать ничего не могу. Потому что... Знаешь что? Многое не написано. Многое стилизовано под существующий строй. А как это может быть? Очень даже просто. Наступила перестройка, и вдруг в газете известия написано. Экзамены по истории отменяются на территории всей России. Потому что история чудовищно искажена. Умышленно искажена. И поэтому сказать вот эту историю, как Герман Стерликов говорит, я не могу. Не могу. Мне это не дано. Пишут вот так. Я знаю несколько вариантов, которые описывают. Но ни об одном я не говорю, потому что ни к чему не прилагаюсь. Меня интересует то, что входит в спасение моей души. Определенно. Но вот ты задал про католиков, это меня касается. А остальное... Так, с пято на десятое. Могу где-то ответить, а другой даже и повторять не хочу. Я не верю в этом, да. История там, Иосифа Флавия там. Все это можно найти сегодня, прочитать. Но все-таки... Ну, считай, найди. О нравственности священства Иеронима Стридонского, умершего в 420 году. Найди. Поставь себе задачу. Найти эту книгу. О нравственности священства. Это, собственно, трактат. Вот он написал, так написал. Язычники от руки переписывали. А его... Все друзья поносили, ушли от него, он один остался. А теперь никого мы не знаем, кроме его. А он в Западной Церкви так же чтимый, как у нас Златоуст. Хотя он святой тем и другим. На 420-е, далеко до раскола. Иероним Стридонский. Вот я его советую почитать. Это история. История вся... 12 томов Дмитрия Ростовского. Это вся история. А там ты увидишь. Хорошо говорил такой-то, такой-то, Туровский и прочее. Были хорошие книги? Ну, а конкретно кого? Чтобы гонялись за кем-то, ничто не советую. Таких предпочтений одному не отдаю. Хорошо писал Лесков Николай Семенович. Это не история. Но все-таки. Прочитай, что пишет Вениаминов о своих проповедях, как он северные народы обращал. Много хорошего у Николая Японского, Касаткина. Это все канонизированные люди. А к мирским людям я никого не хочу посылать. Зачем эту историю я узнал? Конкретно могу ли я это применить? Могу ли я это сегодня запустить? Может ли это мне помочь стать другим? Может ли это помочь мне обращать людей к Богу? Вот вопрос так ставлю. А все остальное отсеиваю. Мне то не нужно. Не нужно. Вот и все. Игнат Тихонович, а Льва Лебедева... Вот у него история... Как же души... Ну какая у него история-то? О чем ты говоришь? Ну, он выходит... Великороссия, жизненный путь. Вот такое вот название. Он выходил на кафедру, держась за нее, чтобы не упасть. Его трезвым-то редко когда видели. Ну, вот и все, весь ответ. Да, хороший человек, да. Но понаслышке все делал. Одно время он на меня нападал, а я ему стал говорить. На материал о священстве. У меня материалы выходили. Ну, к истинному православию. Это материалы в одно совместилось. Там, что, о благовестии. Такое и есть. И к истинному православию я там отвечаю на его письмо. Вот вы не ответили, сказали, ни одного места не привели, что Златоуст был против клятвы. Я тогда как сыпанул ему туда пол листа. Где Златоуст говорил, том такой-то, страница такая-то. Все, он замер. И он ездил, летал в Америку, и который был рядом, говорит, пристает там к этим стюардессам, и все, а сам пьяный. Прям пьяный. Но еще, это его дело, внезапно умер. Да простит ему Господь. Есть у него и хорошее было, там, когда патриархию обличал. Павла Алепского, когда брал, он приезжал здесь. Хорошие материалы. Я его не отрицаю. Но, однако, вот так, это его биография. У Иоанна Кронштадтского очень хорошая есть. Из них самый простой, это, грубоватый, правда, Феофан Затворник Говоров, вишерский епископ. Можно посчитать? Я не знаю, у меня было полное толкование, я привез из Жорданвиля, когда в Америке был. Но для меня главное это Златоуст. Все. Я его начитывал, составлял на него симфонию, распространял. Ну, даже нельзя сказать. Эти каталоги составлял. Почти на шесть раз я прошел двенадцать томов. Так что я советую то, что сам испытал. Запутаться ты можешь, если будешь считать Исаака Сирина и Семена Нового Богослова. Вот два человека. Это вершины. Ну, даже думаешь, он и сам не понимал, что говорил. Как Кюхельбекер сказал о Державине по отношению Оды Бог. Да понимал ли он сам, что писал? Настолько возвышенно, настолько дивно. Но к этому надо стремиться. Исаак Сирианин и Семен Новый Богослов. Это вершины христианской философии, мысли жизни. Пять томов добротолюбия. Я их насчитал, теперь выставил в интернете. Выставляю, ежедневно выставляю ролики. Новиков Сергей Александрович помог мне это все сделать. Бог дал таких чудных помощников. Так, наверное, уже и время. Ну да. Мы уже переборщили. Ну все, давайте прощаться, друзья. Спасибо, Христос, за ваши труды, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. Мы молимся о вас, о всех. Друзья, я только очень прошу, помните, есть качество одно, которого у сатаны вообще нету. Смирение. Смиряйся под крепкую руку Божию. Но не молодушистью, когда предстоит возможность встать во весь рост. Талант не закапывай, начинай трудиться, где ты есть. Помаленьку. Приглашай к себе, не бойся, чтобы половики растопщат тебя. Если дом твой закрыт для всех, сам никуда не идешь, то и прибыли никакой нету. Вот они меня называют, там, Андрей Кураев, там, Олег Стеняев. Я необыкновенно продуктивный, столько людей пришло, никто не знает, как я сам этого не знаю. Мне награды нет никакой за это. У меня нет образования духовного. Я беру и Слово Божие, а потом молюсь. И потом Господь открывает глаза, с кем говорить и какие слова сказать. У меня нет никаких талантов других. Я 53 года, уже 55 лет, рот раскрыв, просидел у ног Христа. Вот как я выясняю в стихотворении. Православие это не принято. Ну и что? А ты положи основания, Златоуз говорит, и будут которые последователи, но все будет тебе приписываться. Ты начат Акахаи. Так, где наш Сергей-то? Пускай у нас... По-моему, все. Достойно есть якова истину, блажит тебя, Богородицу, Пресновлаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наша, да, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. И молитесь, Игнатий. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием выразить благодарность за Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за нас на Голговском кресте, и воскресшего для нашего оправдания. Хвала Тебе! Аллилуйя! Все слышанное из Слова Твоего помоги нам вместить и притворить в нашу жизнь, чтобы на страшный суд предстать оправданными. Господи, мы накануне Великого Поста. Научи нас правильно поститься и молиться. Исправь нас, чтобы в нас жил Ты Духом Твоим Святым. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Игнатий Ханчев, Василий ко мне приехал. У меня. Ладно, Сергей, побереги его. Лена за него ходатайство, он через забор не перелез. Не, не, пытался. Помоги тебе.